И уже твои дети, они уже не будут мусульманами. И никто смелости не набрался это сказать. Все сразу струсили. Не, ну послушайте, ну так нельзя. И этот кефир, и тот кефир, и другой кефир, они по традиции, по исламу, заклание, если производят, у шиитов есть тоже разные течения, еще что-то. Если начнешь копаться и искать вот этот куфр, все. А другой скажет, ты что, ты, покупая у шиитов, финансируешь шиитскую идеологию. Ну послушайте, ну так нельзя. Они три намаза не читают, они пять намазов читают. Просто они объединяют второй, третий, четвертый, пятый. Но есть у них всякие вещи. А у нас что? Это что? Это же сунниты чистой воды. И что теперь? Нельзя таким путем идти. Ну, меня поразил результат, когда тот, кто представлял суннитов, заявил, что шииты, имеется в виду шииты Рафида или Имамия, как их называют, у них несколько названий, но суть одна, что они не являются мусульманами. Ну, это, наверное, его личное мнение. По мнению Ахля Суну Аль-Джамаа, последователей всех четырех мазхабов, шииты являются мусульманами. Шииты являются мусульманами. Али ибн Абу-Талиб будет нашим господом в день воскресенья. Я повторяю, Али ибн Абу-Талиб наш господь в день воскресенья. Их господь напоит их чистым напитком. Толкование этого аята такое. Слово «их господь» означает «их саид», то есть имам Али. Их господь напоит, то есть Али напоит. Один из авторитетных, собрав перед собой проповедников и наставников, сказал, «Того из вас, кто говорит, что рафидиты неверные, кафиры, мы подвергнем суду, призовем к ответу и прогоним. Рафидиты мусульмане, наши братья, отличающие от нас в некоторых вещах, которые не означают, что их следует обвинять в неверии. Мы хотели бы услышать разъяснение этого». Эти слова – заявления о том, что рафидиты мусульмане – полнейшее невежество. Зло, исходящее от рафидитов, опасно. Они идолопоклонники, поклоняющиеся ахлюбейт, вызывающие к ним с мольбами, помимо Аллаха, и ругающие сподвижников. У них есть убеждения, исповедуя которые они не могут быть мусульманами. Они враждуют с приверженцами сунны и считают их своими самыми страшными врагами. Их называют рафидиты, потому что они отвергли Зейда ибн Али, бин Аль-Хусейна, когда он призвал довольство Аллаха на Абу-Бакра ас-Сидыка, и Умара да будет доволен ими обоими Аллах. Сейчас у рафидитов есть ложные убеждения. Наиболее отвратительными, худшими и опаснейшими из этих убеждений является то, что они поклоняются ахлюбейт, помимо Аллаха, вызывают к ним и дают им обеты, совершают им жертвоприношения, просят их о том, в чем нуждаются, просят излечить больных. Они вызывают к ним, говоря, О Али, О Хусейн, О Фатима, подобно тому, как люди вызывали к идолам, помимо Аллаха. Таковы их убеждения, обращение с мольбами к ахлюбейт. Также к их убеждениям относится то, что они считают своих имамов непогрешимыми, и что якобы им известно сокровенное.